Добрый день, друзья мои. В эфире Харток и непростые разговоры о важном. События последних недель, предпраздничное событие, события после праздников, голосование в радио по знаковым законам, события, которые обсуждаются в каждом магазине, на каждой улице, на каждом базаре. Это бюджет страны, это налоговая реформа, это пенсионная реформа. Все обо всем этом и о многом другом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, народным депутатом Украины Борисом Филатовым. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Вы долгожданный гость, мы вас долго звали всегда, и слава Богу, что вы к нам пришли. Спасибо. Спасибо. Обложка вашего недоннего фейсбука, вот недавно она поменялась, да, и теперь там изображены трое небритых мужчин, если я не опоздала, может быть, она поменялась и в последние дни, похожих друг на друга, как близнецы-братья. Мне это напоминает индийский фильм про Зиту и Гиту. Вот я за вами наблюдала в парламенте, у меня такое ощущение, что вы там себя чувствуете дискомфортно. Насколько это так? Ну, в какой-то степени вы правы, но я испытываю двойственные чувства от пребывания в парламенте. С одной стороны, я действительно испытываю определенного рода дискомфорт, а с другой стороны, я все-таки чувствую, что в этом парламенте можно дышать свежим воздухом. То есть этот парламент, по моим внутренним ощущениям, наверное, это все-таки парламент нового типа. В нем нет разделения на своих и чужих, в нем есть разделения на старых и на новых. Почему же вы тогда говорите, что вы находитесь на растяжке? Ну, я не нахожусь на растяжке, то есть двойственные чувства, знаете, какая-то определенная амбивалентность, она, наверное, присуща всем. С другой стороны, когда я принимал решение баллотироваться в парламент, это было, наверное, одно из самых сложных решений в моей жизни. В прошлой жизни я бы никогда не подумал о том, что я буду, наверное, достаточно успешным заместителем губернатора. В прошлой жизни никогда бы не подумал, что я стану достаточно известным народным депутатом. Хотя, опять же, о моей известности и степени моего влияния на процессы Верховной Раде, я думаю, судить не мне, а судить, наверное, экспертом, журналистам, моим избирателям, политикам. Поэтому о растяжке не может идти речь, но двойственные чувства всегда присутствуют. Я вас один раз видела, один раз я была в Днепропетровске, когда-то я приезжала к вам делать репортаж, один раз видела вас на приеме граждан обычных. И надо сказать, что вы тогда на меня произвели очень большое впечатление, потому что когда человек находится на своей территории, в полном смысле этого слова, да, и в метафизическом, и в физическом, когда он, фактически, там, царь и бог, и может принимать любое решение, и все ему подвластно, это производит очень сильное впечатление. И когда я узнала, что вы баллотируетесь с народным депутатом, я очень удивилась, потому что я подумала, вот как человек, да, там, меняет полцарства за коня, причем за такого коня, который неизвестно, то ли жив, то ли мертв. Вот вас сегодня в группе УКРОП 5 человек. Что вы можете сделать? И, ну, каков сегмент вашего влияния, какова сила вашего влияния? Потому что вот у меня недавно был Борислав Береза, он говорит, да, да, мы можем то, да, мы вошли в такой комитет, в такой. Но я понимаю, что, ну, Береза, он же такой человек, он любит, хорохорится. А вот что, вот как вы чувствуете, сможете вы на что-то влиять, находясь совершенно, так сказать, в отдельном сегменте в парламенте? Ну, я вам скажу, что мы уже влияем, то есть, с самого начала, к сожалению, я не видел, о чем вы говорили с Березой, и с ним не консультировался, придя к вам в эфир. Вы не похожи на человека, который консультируется с кем-то. Ну, мы все равно согласовываем нашу позицию, и у нас в нашей маленькой, но боевой группе идет постоянная дискуссия, но, тем не менее, я могу сказать так, что мы уже влияем. То есть, если мы сделаем определенного рода ретроспективу, и вспомним первые дни после того, как парламент принял присягу, то, наверное, очень многих представителей высшего политического истеблишмента было желание превратить нас, знаете, таких парламентских маргиналов, которые все время выступают против всего, как Баба-Яга против, которые все время устраивают определенного рода демарши, захваты трибуны и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, нам удалось себя четко позиционировать как правую оппозицию и как людей, которые отстаивают определенного рода принципы. И самое главное, в том числе во всех голосованиях мы показали, что мы от своих принципов не отступаем. И в продолжение наших достижений, которые Борислав рассказывал, мы вошли в тот комитет, в этот, но, чтобы было понятно, парламент проголосовал за меня как председателя специальной контрольной комиссии по приватизации. То есть, фактически, я возглавляю парламентский орган, который будет осуществлять контроль за всей приватизацией в стране. У меня будет отдельный вопрос по этому. Да, но, если мы вернемся к голосованию, то есть, это достаточно такой влиятельный орган, и, в принципе, хотелось бы в новом созове парламента наполнить эту форму содержанием, в отличие от предыдущих созовов. Но мы голосовали против. То есть, я подошел ко всем лидерам фракции в коалиции и сказал, что, господа, если мне коалиция доверяет, наша группа примет такой подарок. Но, тем не менее, мы категорически против пакетного голосования, поэтому вы, пожалуйста, не думайте, что таким высоким постом вы сможете нас подкупить. Поэтому, когда парламент голосовал пакетно за распределение руководящих должностей в комитете, и тот же самый Борислав стал заместителем председателя комитета по борьбе с коррупцией, тем не менее, мы проголосовали, в том числе, против своих высоких назначений. Это была принципиальная позиция. И, кроме этого, я могу сказать, что, знаете, лучше иметь пять принципиальных боевых депутатов, которые отстаивают свои принципы и публично, и в том числе во время голосований, чем пятьдесят, которые не имеют собственного мнения и просто фактически... Вы позицию в парламенте будете позиционировать как группу депутатов, которые создают прецедент, и которые, скорее всего, морально-этическую какую-то миссию несут в парламенте? Ну, в какой-то степени да, но если говорить откровенно, то есть я вам скажу, что мы попали, в том числе, опять же, в двойственную ситуацию. То есть у нас очень много симпатиков, у нас очень много друзей, причем именно друзей с теми, с которыми мы прожили этот страшный год вместе, с которыми есть общая история, которые нас поддерживают, но которые находятся в правящей коалиции. И, естественно, если бы мы захотели, то мы бы начали бы выстраивать эту группу или фракцию, соответственно, и, условно, к нам бы начали бы записываться очень многие. Но, как я уже вначале вам сказал, что парламент не делится на своих и чужих. Он, знаете, как многослойный пирог такой, не знаю, шуба. Ну вот вы не смотрели Эфир от Березы, но я открою вам тайну. Он сказал, что вы будете, как апостол Петр, стоять на выходе. То есть вот те, кто будут покидать, он считает, что очень быстро начнут люди покидать, так сказать, некоторые группы, и вы будете просто этих людей, хороших людей, забирать к себе. Хороших, да. Но я вам скажу, еще двойственность нашей позиции заключается в том, что мы однозначно не хотим работать с нефракционными депутатами, которые имели отношение к бывшей партии регионов и которые голосовали за законы 16-го числа. То есть можно было бы начать форматировать, но лучше нас будет меньше, но зато качество будет выше. Но речь об оппозиционном блоке, насколько я понимаю. Не оппозиционный блок. У нас еще есть разные всякие группы, в том числе внефракционные депутаты. Которые не вошли в другие группы. Их порядка 40 человек. Но мы не хотим по этому поводу. За бюджет вы не голосовали вместе. Но когда речь шла о законе про РНБО, про полномочий РНБО, ваши мнения не совпали. Почему? Ну, я считаю, на самом деле это абсолютно нормально. То есть это нормально. Почему? Потому что, знаете, опять же, я не сторонник того, чтобы была какая-то там партийная или фракционная дисциплина в том виде, как, допустим, это видят гиперфракции. То есть, ну знаете, очень странно выглядит, когда во фракции там 150 человек и они все поднимают руку. Ну это, наверное, в прямом своем, как бы, реинкарнация чечетовщины. У 150 человек не может быть. Ну, Борис, а с другой стороны, ведь, я понимаю, когда настаивает на собственном мнении мажоритарщик. Этот человек, за него голосовал народ, он представитель народа, он пришел в парламент, никому ничего, кроме своих избирателей, не обещая. Когда человек становится в партийный список, он же тем самым подписывается по тем, что да, я буду со своей партией, я буду голосовать за партийную. Горизон есть. Давайте их не будем обсуждать, давайте лучше будем обсуждать нас. Поэтому наши мнения разделились. То есть, так получилось, что, к сожалению, Дмитрий в этот момент находился в госпитале, я имею в виду Яроша. Да, может быть, в нашей маленькой внутригрупповой дискуссии он бы мог как-то повлиять на консолидированную позицию, но фактически он поддержал меня дистанционно. Если бы он был, он бы голосовал за этот закон. Я голосовал тоже за него, потому что я все-таки считаю, что в создавшихся исторических условиях этот закон должен быть. Но я вам честно скажу, у нас откровенный разговор, у меня есть определенного рода симпатии к кровавому пастору, я имею в виду Александра Валентиновича Турчинова. Я считаю его достойнейшим человеком. И это строится не просто на каких-то личных симпатиях. Я вам скажу так, что когда еще Петр Алексеевич не был президентом, уже тогда мы губернаторствовали в нашей области, и мы были назначены по соответствующему указу Турчинова, как его президента. Нам в самые страшные месяцы, в которые находилась страна, пришлось работать с этим человеком, и я к этому человеку испытываю очень большое уважение. Я знаю так, что Александру Валентиновичу можно было звонить по три раза в день. Порис, но там же основная проблема была в том, что Турчинов, ладно, а если завтра не Турчинов? Да, это очень резонное замечание, но я понимаю, что завтра не Турчинов, завтра могут... А власть будет у человека, который воспользуется ее не так, как Турчинов, например. Поэтому в том числе я, так сказать, внутри парламентской дискуссии говорил о том, что этот закон, наверное, надо ограничить какими-то сроками. Например, на срок действия АТО или на, не знаю, ограничить его годовым сроком. Ну, меня не услышали. Ну, я вам честно говорю, то есть, одна из основных моих мотиваций, это было то, что я уважаю этого человека, я считаю, что он искренне хочет исправить ситуацию в сфере обороноспособности, и этот человек достойный, поэтому я голосовал за. Окей, что касается бюджета, понимаете, в чем дело, ну, все было не слава богу, и то, что его там утром только перед первым голосованием, первым рассмотрением подали, и то, что еще многие депутаты не понимали, там, не сходили с конца с концами. Вот вы как человек, который, вы же там не солдат, а вы юрист, и вы человек, который очень много занимался бизнесом и экономическими вопросами. Скажите, вот просто вот там 3-4 пункта, почему за этот бюджет нельзя было голосовать, почему нельзя было писать? Ну, первая мотивация, это мотивация то, что, знаете, опять же, есть расхождение между декларируемыми принципами и таким, и каким образом эти принципы реализовываются. То есть, уважаемые члены правительства, премьер-министр, на каждом углу кричат по поводу децентрализации, но когда мы смотрим в бюджет, как представители Днепропетровской области, мы видим, что децентрализация там и не пахнет. Можно подвергать нашу позицию критике, но давайте не забывать о том, что в том числе я возглавляю в парламенте межфракционную группу за Сечеславщину. То есть, это группа, которая объединяет 15 депутатов из различных политических сил, которые избраны были от Днепропетровской области. У нас могут быть разные политические взгляды, партийная принадлежность, но тем не менее, мы все патриоты родного края, вне зависимости от того, избирались мы либо по мажоритарным округам, либо по партийным спискам. И я вам скажу так, когда мы начали анализировать этот бюджет, мы просто увидели, что нашу область, которая фактически является в стране регионом-донором, одним из единственных, фактически просто убивают. То есть, ну, давайте же говорить о том, что, наверное, все равно какая-то должна существовать справедливость. Хорошо, личный мотив. Личный мотив, так сказать, перетянется к тому, как по данному бюджету Днепропетровская область и взаимодействуются. Раз. Что еще? Второе. Сама процедура подачи этого бюджета, то есть, когда он вносится в зал, как в последнюю минуту, еще теплый, из типографии. Понятно, что никто его не читал, не рассматривал. Понятно, что его никто не читал, не рассматривал. И плюс, я вам скажу так, уважаемый Арсений Петрович, он вообще взял такую манеру общения с депутатским корпусом. Ну, знаете, я тут самый умный, а вы сидите и не гавкайте. То есть, если вы помните, был такой достаточно серьезный скандал, когда господин Береза, мой политический соратник, обвинил Арсения Петровича в том, что он лоббирует игорный бизнес. А то он сказал, что разберется с ним. Да, он сказал, что разберется. Но это как бы дела уже условно давно минувших дней, предновогодние. Но я вам скажу так, что в парламенте нового СОЗОВа невозможно себя вести, как при старом СОЗОВе. То есть, когда, например, депутаты задают абсолютно резонные и обоснованные вопросы, а им премьер-министр начинает говорить, а вы не читали, а возьмите калькулятор, а вы ничего не понимаете. А вы в школе учились. А вы в школе учились. То есть, у людей это вызывает однозначно эффект отторжения. И вообще, каким образом ведет себя в парламенте фракция Народного фронта, ну, я вам скажу, это начинает переставать нравиться очень многим. Потому что, ну, либо мы партнеры, я имею в виду партнеры не только по коалиции, а вообще партнеры по парламенту. А в любом случае парламент это коллегиальный орган, в котором надо находить консенсус. Либо мы будем пытаться диктовать друг другу условия. И я вам скажу, когда партия Народный фронт и медфракция Народный фронт отказалась вносить в повестку дня очень важные изменения в закон о прокуратуре, это вызвало очень большое возмущение, в том числе и в том же самом блоке Петра Порошенко. А изменения были на самом деле очень... Борис, но ведь политика это искусство поиска союзников. Смотрите, Народный фронт себя ведет неподобающим образом. И многим это не нравится. С партией, с блока Петра Порошенко тоже не сложилось. Ну, вы там были буквально... Это мне напомнило рассказы о Генри некоторые, знаете, там, женить бы очень короткое, там, буквально в пять минут, подожди, дорогая, я сейчас вернусь. Я вам скажу, мы не успели пожениться, не дошли до ЗАГСа, скажем так, или до церкви. Хорошо, мы сейчас не будем возвращаться к этому вопросу, вы очень много, так сказать, комментировали эту историю, и я даже где-то понимаю на вашей стороне в этой истории. Ну, а кто будет союзником? На кого вы будете опираться? Потому что невозможно осуществлять политику в одиночку, если ты сенатор и парламентарий. То есть, понимаете, тут же конфликт возникает, когнитивный диссонанс. А я вам скажу так, что мы никуда не торопимся, то есть мы играем в долгую, то есть в действительности это не значит, что мы сидим в кустах и ждем, когда мимо нас проплывут трупы наших врагов. То есть, естественно, это не правильный подход, то есть мы предлагаем в том числе здоровую какую-то альтернативу, но тем не менее мы никуда не торопимся. И знаете, сейчас я вам скажу так, очень у многих депутатов, особенно вновь избранных, у них вдруг почему-то, в том числе из моих друзей, не буду называть фамилии, вдруг почему-то на голове выросла корона по необъяснимым причинам. А на самом деле... А они точно были вашими друзьями? Да, и они ими остались. Ну только, знаете, просто когда ты попадаешь под купол, во-первых, на тебя, наверное, начинают влиять какие-то флюиды, а во-вторых, знаете, тут приглашают с какой-то иностранной делегацией за границу, тут с тобой советуется, например, премьер-министр, которого раньше только ты видел по телевизору. То есть, очень многие не проходят испытания медными трубами. Поэтому мы подождем. Я всегда говорю, поживем, увидим. Жизнь покажет. Антикоррупционный комитет. Мне очень интересно, как сложится судьба этого органа, потому что вокруг его создания шло очень много дискуссий. Бюро, антикоррупционный бюро. Да. Будут ли на него выделены деньги в конечном итоге? Вот повангуйте, да, в эфире. И будет ли он работать в сущности? Или это такой очень красивый, знаете, потемкинская деревня нам тут строится? Ну, смотрите, я вам скажу так, что я отношусь к категории, в том числе депутатов, и не только депутатов, а людей, которые могут ванговать или давать прогнозы именно по тем сферам ведения, которые находятся в компетенции. Поэтому, если в общих чертах... Мне кажется, вы об этом должны много знать. Нет, как раз это не... Человек, который столько лет в бизнесе, мне кажется. Посмотрите, это не мой как бы предмет ведения, то есть я искренне надеюсь о том, что это антикоррупционное бюро будет функционировать надлежащим образом. Но в первую очередь, естественно, все будет зависеть от политической воли высших должностных лиц государства. Я могу ванговать, например, по поводу комиссии по контролю за приватизацией, которую я возглавляю. Вот вот интересный вопрос, как раз по приватизации. В эфире вы сказали, что в одном из эфиров, в которых вы участвовали, вы сказали, что поставите вопрос о незаконной приватизации и о пересмотрах результатов. Меня это очень интересовало. В какой период вы будете рассматривать? По каким критериям этот пересмотр коснется и, собственно, и... Ну, потому что вы бизнесмен, ваши друзья бизнесмены, большие бизнесмены, которые тоже много чего приватизировали. Будет ли это касаться и вашего имущества? Как вы себе представляете эту схему? Ну, смотрите, то, что касается меня, то я ничего не приватизировал. Я все как бы заработал и построил за заработанные деньги. Это может честно приватизировать? Ну, смотрите, к приватизации я никогда не имел никакого отношения. То есть я зарабатывал деньги другим путем. Если вы хотите, мы об этом поговорим. Что касается комиссии, то есть я вам скажу так, что комиссия, на самом деле, это опять же коллегиальный орган, и в него все фракции и политические силы, представленные в парламенте, делегируют своих представителей. Поэтому там могут быть разные точки зрения, но общая как бы канва, а я говорил со всеми... Есть какая-то уже концепция? Да, концепция на самом деле очень простая. То есть если мы разделим комиссию по предмету ведения, то есть она, а, занимается контролем за будущей приватизацией, вернее, за текущей... И бы за той, которая, допустим, была осуществлена. Вот это меня интересует. Ну, давайте сначала той, которая должна быть, и которую задекларировало правительство. То есть если приватизация будет прозрачная на конкурсе за деньги, и, условно, государственное имущество будет покупать приобретатель, который заплатит наивысшую цену, то, я думаю, контролировать особо ничего не надо. Если будут придумываться какие-то специальные схемы, каким образом это продать в нужные руки, то, естественно, комиссия по этому поводу будет поднимать очень серьезный вопрос на всех уровнях. Что касается прошлого, то я вам скажу так. Ну, в действительности, у многих членов комиссии есть определенного рода революционный энтузиазм, но я, как председатель, все-таки стараюсь убедить о том, что мы не можем идти по пути шариковщины и говорить о том, что, знаете, условно, за все хорошее против всего плохого. То есть, в настоящий момент мы анализируем приватизацию, касающуюся вообще всего, что происходило в стране. Я думаю, что, естественно, в том числе... А есть смысл подвести черту, Борис? Смотрите, я вам скажу так, что... У нас просто уже мало времени, я хотел бы побольше вопросов. Смотрите, есть как бы разные подходы, разные подходы. И если мы говорим о подведении черты, то все-таки есть, во-первых, А, общественный запрос большой на справедливость в обществе. И мы должны, как парламент, на общественный запрос реагировать. И Б, я вам скажу так, что сейчас у членов комиссии достаточно консолидированное мнение, что мы не будем заниматься тем, что отнять и поделить. А все-таки мы будем говорить о том, что если имущество было приватизировано нечестно или не за те деньги, за которые стоило, то все-таки, наверное, инвесторам, так называемым, в кавычках, придется доплатить. Ну вот, а хотелось бы, знаете, чтобы, действительно, вы же юрист, потому что мы же с вами знаем, что справедливость может очень далеко завести, да? Потому что каждый ее понимает по-своему. Поэтому хотелось, чтобы, если даже и будет пересматриваться, так чтобы это были четко разработаны с точки зрения юридической вещи. Конечно, максимально публичность, прозрачность. Мы привлекаем соответствующие экспертности. Хочу вам несколько вопросов по-быстрому задать. Вот перед Новым годом прозвучало несколько таких любопытных, и, может быть, не всегда резонансных заявлений, но просто на них не обратили внимания. А вот я обратила. Ну, например, в интервью о своем господине Ложкина, а он не часто дает интервью, буквально несколько дал, да, сказал, что министрам, новым министрам в правительстве будут доплачивать. Я вот даже процитирую. Мы рассчитываем, что в ближайшее время будет создан специальный небюджетный фонд, который будет финансировать известные филантропы, такие как СОРОС и, возможно, консорциям украинских бизнесменов. То есть, что это означает? Бизнесмены будут доплачивать министрам? Как? В конвертах? Не в конвертах? Общество будет знать, сколько доплачивать? Вообще, такое странное заявление. Вы не находите? Я с вами абсолютно согласен. Я не читал это заявление. Это интервью. И оно... Хорошо, интервью. То есть, оно действительно выглядит весьма странно. Но так, чтобы не останавливаться это на вопросе, я вам скажу, что я вообще не люблю отвечать за третьих лиц. Я вообще в такую попал не очень, как бы, правильную медийную ситуацию. Очень многие журналисты почему-то все время мне задают вопросы, касающиеся... О Коломойском. А вот я не задаю, вы видите? Да, из-за Коломойского. То есть, я уже просто устал объяснять о том, что я не пресс-секретарь Приватбанка, не пресс-секретарь Коломойского, Укрнефти и авиакомпании МАУ. Поэтому я вас только за всю Одессу спрашиваю. Да, поэтому... Это весьма странное заявление господина Ложкина. Я тоже не понимаю, что он имел в виду, и выглядит это весьма непонятно. Второе заявление. Министр финансов Наталья Ириско заявила, что мы тратим на захваченный Донбасс больше трех миллиардов гривен. Больше трех миллиардов гривен. Это не слишком завышенные цифры? А за какой период? По-моему, в месяц, насколько я понимаю. Я думаю, да, это достаточно. Может, просто, понимаете, тут непонятно, какой подход. То есть, может быть, она считала, что тратим или недополучаем. Ну, то есть, тут надо понимать, что она вкладывала в эту цифру и каким образом она считается. То есть, а как, скажите, можно ли сделать так, чтобы для общества эти все цифры были открыты? Вот сколько получают наши министры? Сколько им доплачивают? Сколько мы тратим на Донбасс и так далее? Это вообще нужно открывать, с вашей точки зрения? Наташ, нужно. И более того, я вам скажу, здесь я полностью ваш союзник. Если бы я, например, был членом правящей коалиции, то, наверное, я бы придумывал какие-то оправдания. А я вам могу, допустим, привести пример по поводу госпожи Ярейска, опять же, как руководитель межфракционной группы днепропетровских депутатов. Когда мы занимались вопросами бюджета, я, пользуясь своими возможностями, то, что я как бы председатель комиссии, у меня есть страшные телефоны, сотки, десятки, ВЧ и все остальное, и госпожа Ярейска не мог дозвониться три дня. То есть, я считаю, это ненормально, когда 15 депутатов не могут найти министра, и он просто намеренно не берет трубку. Или, например, когда мы пишем депутатский запрос на имя Ярейска, и по закону о статусе народных депутатов она должна отвечать нам, а нам отвечает, например, руководитель аппарата. Поэтому я абсолютно с вами согласен, и здесь я на вашей стороне. То есть, это ненормально. То есть, когда называется цифра в 3 миллиарда, но не объясняется, почему, когда даются какие-то объяснения по каким-то фондам, и потом просто никто не понимает, о чем идет речь, и как они будут наполняться. Торчинов сказал, нет, еще у меня ваши цитаты из вашего фейсбука, блок имени главного полон отребий и потенциальных перебежчиков. Можете назвать хотя бы несколько фамилий, отребий и перебежчиков? Ну, я могу сразу сказать, в том числе, наверное, не будет это звучать корректно по отношению к коллегам, опять же, но, например, господин Нестеренко. Это 38-й округ новомосковский, в котором он победил с конкретно серьезным скандалом, где были зафиксированы факты подкупа избирателей, где возле избирательной комиссии были митинги. То есть, ну, в общем, не хочется повторять, то есть это реально как бы округ, ну, на котором были вопросы. С другой стороны, господин Нестеренко был заместителем губернатора Вилкула, который сейчас находится в оппозиционном блоке. И более того, по данным масс-медиа, он является в том числе его партнером по сельскохозяйственному бизнесу. Еще вопрос по этому губернаторному... Ну, я хотел бы закончить. Но Петр Алексеевич в блок имени себя предпочел взять не Стеренко, а не предпочел взять меня. Ну, мне кажется, там есть еще яд, людей, которые вызывают... Ну, например, господин Негой, который устроил драку с Поросюком, то есть директор херсонского рынка. Ну, если президенту приятнее работать с директорами рынков, ну, мы можем только похлопать. Тручинов сказал, что в Украине будет на несколько этапов готовиться мобилизация, будет формироваться профессиональная армия. Я, собственно говоря, за этого. И что за это вернее? И что вопрос, война закончится тогда, когда мы вернем Крым. А когда, по вашим, вот, например, прогнозам, Крым может быть возвращен? Ну, я думаю, что это известно только Господу Богу. Но, знаете как, в геополитических вопросах я не самый большой специалист. С другой стороны, я не думаю, что ответ на этот вопрос знает не только Петр Алексеевич, но, например, Ангела Меркель, Барак Обама или даже тот же самый Путин. Я думаю, что о возвращении Крыма может идти речь после того, как ныне действующий президент соседней страны агрессора, каким-то образом будет отстранен от власти. Я не знаю, легитимным путем, нелегитимным. Поживем, увидим. Но с точки зрения исторического процесса, а я когда-то в позапозапрошлой жизни был историком, я могу сказать, что Россия совершила стратегическую ошибку. То есть нарушив после Второй мировой войны всю систему мировой безопасности. То есть это было в высшей степени глупость. Но, опять же, если мы будем говорить, например, о каких-то вещах таких интуитивных или даже, можно сказать, эсхатологических, если вы заметили, время ускорилось. Скажите мне, а я хочу еще про несколько скандалов до новогодних спросить, потому что я хотела почему-то о вас спросить. Я ничего не поняла про этот конвой Ахметова. И нужен он там был, не нужен, это гуманитарка. В магазины это вели людям. Был алкоголь, не был. Я хочу спросить только об одном. Почему этими вопросами должны заниматься не правоохранительные органы, не таможенная служба? Почему народ депутат этим занимается? Почему они бегают вокруг машин и там что-то вскрывают, заглядывают? Я вам объясню очень просто. То есть сейчас, так сказать, после окончания новогодних праздников, я вам выдам небольшой секрет. Я думаю, что вы увидите присутствие различного рода народных депутатов в различного рода вопросах. Потому что когда в стране полностью коррумпирована и полностью парализована правоохранительная система, то, знаете, природа, она не терпит пустоты, в том числе и природа власти. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим, ну, я не знаю, можно ли применять такой термин, институт парламентских комиссаров. И я думаю, что депутаты будут бегать не только вокруг конвоев, но депутаты будут бегать вокруг судей, которые в нарушении закона иллюстрации восстанавливают наиболее одиозных прокуроров должности. Депутаты будут бегать, я не знаю, вокруг взяточников, на которых закрывает глаза прокуратура. Это же, возможно, только в очень короткий переходный период. Это не может быть системой. Это не может быть системой. Но если мы вернемся к гум-комвоям, если бы депутаты вокруг них не бегали, этот вопрос не перешел бы в публичную плоскость. И этот вопрос не был бы соответствующим образом акцентуализирован, в том числе, вниманием руководителя государства. Только очень быстро. Один не личный, последний, можно сказать. Ваше резкое выступление против Министерства информации я слышала на одном из каналов. Кто, с вашей точки зрения, должен заниматься контрпропагандой? Если не это Министерство. Кто эти люди? Кто эти службы? Смотрите, на самом деле у нас в... Коротко только. ...у нас в стране большое количество различных органов, начиная от Нацсовета и заканчивая, я не знаю, там, союзом журналистов, которые и пресс-службами Министерства... Вы же понимаете, что ни те, ни те не могут контрпропагандой заниматься? Ну... Сами журналистов. Я условно говорю о том, что у нас создано большое количество различного рода инструментариев во власти, которым присущи эти функции. Но, опять же, если мы уточним, то я вам скажу так, что я выступал резко не против самого Министерства информации, а против того, как оно создавалось. С непрозрачным бюджетом, с непонятным штатом, с непонятными кадровыми назначениями, и непонятно, почему мы должны были голосовать. Да. У меня интересует еще один вопрос. Я вот за всеми вами наблюдаю, ну, это четыре человека. Я имею в виду Днепропетровскую, так сказать, областную администрацию. Но вы как бы за этот год вы стали все знаменитые, да? Достаточно. Ну, не нам судить, да. Коломойский, Корбан, вы, Алина. Причем вы все очень разные, да? Если там, ну, я не знаю, Алина такой ботаник и сноб. Ну, я бы не сказал. Ну, вот как я это вижу? Возможно, они права. Вы такой, там, Дженрейшн Пи, там, Корбан вообще вещь в себе, аутичный такой шахматист. Это крупными мазками, понимаете? Человек в футляре. Человек в футляре, да. А Коломойский такой, знаете, галкстер, которому всегда скучно. А вот на первый взгляд, ну, если вот такие театральные типажи, я не говорю человеческая суть, а такие, знаете, вот что вас всех объединяет? Как случилось так, что вы все держитесь в довольно так плотном месте? Хотя, казалось бы, в школе бы такие люди, наверное, не подружились. Ну, я вам скажу, я даже когда-то читал различного рода там околонаучные исследования по поводу партнерских отношений, различного рода политиков. Давайте вот приведем как пример, например, тот же достославный господин Ахметов и его партнер Борис Колесников. То есть это абсолютно разные люди. Или если мы, например, посмотрим на... Я бы сказала, даже Тарута и Ахмеда абсолютно разные люди. Ну, мне как бы... Колесников как-то больше ближе к нему. Мне, да, как бы тяжело вообще обсуждать людей, с которыми я мало знаком. Я просто говорю то, что было прочитано. Поэтому, действительно, это определенного рода там единство и борьба противоположностей. И мы очень органично друг друга дополняем. Это абсолютно нормально. Чем вы занимаетесь в Киеве по вечерам, когда находитесь здесь на сессии? Ну, я вам скажу, что очень плотный график. И я в действительности не думал. То есть постоянные встречи, 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 встречи. И так получилось, что я стал достаточно медийным персонажем. Поэтому в том числе хожу на эфиры. У меня такой вопрос. Вы всегда подчеркнуто, все, кстати, недурого одеты. И Коломойский, и вы, и Корбан, и Алиник. Хотя Алиник в этом смысле чуть-чуть, так сказать, в сторону middle сдвинут. И вы, как и ваши пообратимы, вне дресс-кода даже в парламенте. Да? Это такой днепропетровский стиль особый? Я вам скажу, это не днепропетровский стиль. Это осознанный выбор. То есть, знаете, в прошлой жизни я мог себе позволить индивидуальный пошив костюмов Исайя. И где-то там далеко в Милане есть мы индивидуальные мерки. А я считаю, это не совсем правильно. То есть, когда на передовой нечего кушать, наверное, ходить в часах за 50 тысяч евро, ну это, наверное, просто, ну это, давайте назначить с ними именами, это скотство. Поэтому я, в том числе, с руки снял все свои часы, ну не все, брать не буду, большую часть. И отдал волонтерам на продажу. Поэтому, когда мы в стране наведем порядок, и когда люди... Понятно. Когда вы 15 лет назад вели процессы? Или когда вы там делали программы? Ну это было не 15 лет назад, это было значительно раньше, но неважно, да. 10 лет назад, 7 лет назад. Что такое было зло для вас тогда? Ну я вам скажу так, что на самом деле категории добра и зла, они не должны меняться у человека. То есть можно много... А по мере опыта приобретения? Ну, смотрите, это вещи, которые больше носят мировоззренческий характер. И поэтому, если мы, допустим, вернемся к процессам крупной, по переделу крупной корпоративной собственности, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Я могу сказать так, что за все время своей работы, и в том числе за время зарабатывания денег в бизнесе, я не делал трех вещей. То есть первое, я никогда не запускал руки в бюджет. Второе, я никогда не толкал падающего. И третье, я никогда не воевал со слабыми. Ницше бы вас не одобрил. Блиц, теперь очень быстро. Всегда ли вы пишете для Фейсбука сами? Да, всегда, и только сам. Считаете ли вы себя обидчивым человеком? Да, но я отходчив. Любите ли вы деньги? Конечно, деньги – это мера возможности. Ваш любимый литературный герой? Я не читатель, я писатель. Что вы умеете делать руками? Ну, вот не головой, а руками. Вот если завтра вас все отберут, вам нужно будет зарабатывать деньги руками. Что умеете? Могу копать, могу не копать. Что вас может поссорить с Ярушем или Березой? Я думаю, расхождение на идейном фронте. Боитесь ли вы смерти? Нет. Часто ли судитесь с Коломойским? Достаточно часто. Когда-то мы с ним даже не разговаривали полтора года. Какой из смертных грехов, вы помните, да, там? Да. Кордыня, зависть, алчность и прочее. Вам кажется наиболее невинным? Наиболее невинным? Да. Ну, вот самым маленьким. Алчность, черевоугодие, похоть, умение, гнев. От каких слов вас коробит? От неискренних. Часто ли вы меняете свое мнение об одном и том же человеке? Я всегда стараюсь не очаровываться для того, чтобы не разочаровываться. Любимый алкогольный напиток? Водка и только водка. Где вы праздновали Новый год? В Лондоне. Чем вы занимались до приезда в нашу студию? Встречался с Корбаном. Надо ли легализовать легкие наркотики? Нет. Кто из ваших коллег в Раде раздражает вас больше всего? Оппозиционный блок. Какую книгу вы читаете в данный момент? Я читаю в основном энциклопедии. Браггауза и Фрона. На какой машине ездите? Мерседес. Три, это традиционно наш вопрос, и последний, три самые большие проблемы Украины. Первая проблема, это отсутствие справедливости. Вторая проблема, это отсутствие прозрачных правил игры. И третья проблема, это отсутствие политической воли и людей, которые готовы принять на себя ответственность. Спасибо большое, Борис. Спасибо. Что ж, друзья мои, с нами был сегодня народный депутат Украины Борис Филатов. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. А вам я говорю свою обычную мантру. Берегите себя и берегите тех, кого вы любите. До завтра. До встречи. До встречи.